Господи, Сил, с нами будем, и так оборазли Тебе, помощник от скорых ненима мы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие да пребывает со всеми нами. Радости, праведности и мира Духе Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня неделя о Страшном Суде, и мы по всему лицу земли, в храмах Православной Церкви, слышим притчу, которая так и называется, притча о Страшном Суде. Господь ее рассказал своим ученикам и нам через них накануне своих крестных страданий, крестной смерти. Когда сядет Господь на престоле, чтобы судить мир, соберутся перед Ним все народы, и Он отделит их так, как отделяет пастырь овец от козлов и поставит одних одесну и других ашу. И тем, которые справа, Он скажет, что придите, благословенные, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира. Ибо я алкал, вы дали мне есть, я жаждал, вы напоили меня, был наг, одели меня, был болен, вы меня посетили. И тогда тебе скажут, Господи, а когда мы все это сделали, вроде ничего особого в жизни-то и не совершали, как мы могли Тебе послужить? А Он скажет, ну поскольку вы это сделали одному из братьев моих меньших, человеком, то сделали мне. Представляете принцип наших отношений с Богом? То, что мы делаем человеку, то Бог воспринимает лично на себя. И потом он скажет тем, которые слева, отойдите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и агилом Его. Ибо я алкал, вы не дали мне есть, жаждал, вы не напоили меня. Был в темнице, вы в больнице, вы ко мне не пришли. И те с удивлением скажут, Господи, ну а как? Мы вроде же всю жизнь что-то такое делали. Почему? Он говорит, ну поскольку вы не проявили любви и милосердия к братьям моим меньшим, к вашим братьям, то вы не проявили этой любви и ко мне. И пойдут сии в жизнь вечную, сии в муку вечную. И вот этот вопрос, я был болен, вы меня посетили, я был голоден, вы меня накормили. Мне кажется, здесь Господь от нас ожидает некоего движения навстречу. Не просто так, как обычно бывает, но как в истории про преподобного Петра Матаря. Он был мытарь, человек богатый и жадный. Вот нищие между собой поспорили один. Пришел, говорит, я у него точно выпрошу милостыню. Те говорят, да нет, невозможно, у нас уже сто раз просили. Он просто, у него каменное сердце. И тот пристал к Петру, когда он ехал на базар торговать. Дай, да дай, да дай, да дай, да дай. И так он прямо ему под кожу залез, что-то схватил с телеги буханку хлеба, запустил в него. Говорит, на, только отстань. Тот пришел, братья, нищие, они удивились, ничего себе, говорят, ты, говорит, это волшебное слово знаешь, наверное. А Петр ночью увидел сон, в котором ему явился Господь, и в руках у него был вот этот хлеб. Настолько это его поразило, что он утром проснулся другим человеком, ну и потом, в конце концов, стал преподобным. Но, наверное, не такой милостыник Господь ждет от нас. Ну, когда к нам пристают, и звонят родственники, ну что ты, почему ты ко мне не приходишь? Ну, навести, я соскучился, а мы еще подумаем. Нет, очень важно качество в духовной жизни называется предупредительность. Богу важно, чтобы нас не вынуждали, руки не выкручивали, ну подай, ну помоги, ну что ты. А чтобы у нас был живой импульс навстречу, чтобы мы увидели человеческую нужду. Как Господь говорит, творишь милостыню так, что правая рука не знает, что делает левая. Вот ты видишь нужду, и у тебя уже реакция, ты идешь и готов помочь. И это настолько естественно, ну когда правая рука не знает, что делает. Ну мы зубы чистим, мы же не решаем проблему, какой рукой взять щетку левой, правой. Мы берем привычно, естественно. Ложку там за столом берем привычной рукой. Так же и милостыня. Ты даешь, для тебя это настолько привычно, ты не заморачиваешься, да, тебя пропьет, он не пропьет, а есть у меня, нет у меня. Потому что душа, она обучена навыкам. И вот Господь ждет от нас вот этого, не вынужденного доброделания, а предупредительности. И именно в этой притче он об этом говорит, что я был болен, вы это увидели, вы почувствовали, вы пришли, я был голоден, вы это заметили. Не я к вам пристал и начал вас трясти, но накорми. А вы почувствовали, что другому человеку нужна помощь. И вот эту предупредительность очень важно в себе воспитывать. Тогда есть надежда, что на Божьем суде, при встрече с Ним, у нас будут те качества в сердце приобретенные, которые помогут нам в вечности быть со Спасителем. Помогай нам всем Господь. Господь и сил, помилуй нас.